Оставил на записи. В состав краевой корпорации развития малого и среднего предпринимательства. Победители и финалисты, в частности лучшего социального проекта года, смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса, где показатели предприятия оценят уже федеральные эксперты. Но сейчас в нашей студии поговорим с одним из победителей номинации «Бизнес-леди года». В ней выиграла Ирина Коршунова, руководитель розничной сети магазинов «Товары для детей» «Непоседа». Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что уделили нам время. У предпринимателей всегда времени мало. Это один из ваших ценных ресурсов. Прежде всего, расскажите о вашем бизнесе. Что он из себя представляет, когда вы начинали и к чему пришли сейчас? Мы начинали в 1996 году. Нашему бизнесу уже 22 года. В этом году мы отмечали 22-летие. Все начиналось с маленького отдела в магазине, состоящего из школьного стола, который был принесен из дома, и книжного шкафа, который был взят у родителей. И постепенно, маленькими шажками за 22 года наш бизнес превратился в 11 магазинов. То есть сейчас вашу продукцию могут покупать в ваших магазинах, могут покупать в каких городах? Вообще, какой объем аудитории, если его можно так примерно представить? Мы сейчас представлены в двух городах. Город Березники и город Соликамск. В ближайших наших планах открытие большого магазина Непоседа. То есть в микрорайоне Усольский. Это тоже Березники. Который сейчас осваивается. Слушайте, насколько я понимаю, потенциальная аудитория, это совокупность двух городов, это 100-200 тысяч человек. Да. В принципе, в Усолье там еще больше аудитории, потому что там молодые семьи будут взвиживать и так далее. Слушайте, вот почему вы пошли по этому пути? Действительно, предпринимателем становится не каждый. Это нужно иметь, ну действительно, какую-то волю, нужно иметь шанс рисковать и так далее. Как вы к этому пришли? Ну, наверное, так сложились обстоятельства. Я закончила Сырловский горный институт как раз в 92-м году. То есть когда именно тот год получился так, что у нас не было ни распределения. То есть мы, закончив институт, остались ни с чем. То есть мы не знали, куда реализовать себя, куда себя деть. То есть у меня родился ребенок, и нужны были финансы моей семье для того, чтобы существовать. Да, да, да. Почему такая идея? Почему детские товары? Идея на самом деле классная, конечно. Я сам как молодой родитель это знаю. Почему такая идея? Ну, наверное, потому что как раз в то время, да, то есть очень сложно было вообще с товарами для детей. Мы покупали ползунки по талонам, да, то есть кто помнит это время, игрушек не было практически. Да, то есть и вот отсюда и родился бизнес. Сначала это мы привозили для своего ребенка, потом для друзей детей, да, то есть, ну а потом вот вышли уже на рынок березняковых. То есть такая социальная история начиналась, может быть, как социальный бизнес. Слушайте, ну вот 22 года, да, вы были номинированы в том числе и в категорию стабильность. То есть, насколько я понимаю, сейчас предприятие там, не можно сказать, что вы там один из новичков на Пермском рынке. Вы действительно уже человек, который создает рабочие места, платит налоги в край. То есть, насколько сейчас вот такой сегмент малого-среднего бизнеса вообще в Пермском крае, не знаю, актуален, да? Ну, все-таки, наверное, число, как нам отчитываются власти, растут и множатся малого бизнеса. Вообще, как сейчас сегмент развивается? Ну, он развивается, да, то есть, конечно, нам сейчас стало гораздо тяжелее, потому что в наш регион пришли федеральные сети, да, то есть, я имею в виду детский мир, и конкуренция ужесточается там с каждым днем, да, то есть, ну, наше отличие от детского мира, что мы более мобильны, да, то есть, мы знаем своих клиентов, мы сами родились и живем в этом городе, поэтому нам, наверное, вот с этой стороны немножко проще. Ирина, ваши самые амбициозные планы? Вы уже затронули, что будет открытие крупного магазина в Березняках. Какие самые масштабные планы, куда планируете заходить, в том числе, наверное, на рынок Перми, есть планы такие? Ну, у нас наши покупатели постоянные, которые с нами росли и выросли, да, то есть, они постоянно нас просят, чтобы мы открыли магазин в городе Перми. Такое в планах есть, да, то есть, ну, когда это осуществится, пока ничего не можем сказать. Ну, вообще, рынок позволяет, то есть, ну, в смысле, расширяться именно в этой отрасли, то есть, здесь понятно, что конкуренции много, естественно, озвученные вами и крупные сети есть. Вообще, есть потенциал роста этого рынка? Да, есть потенциал, да, то есть, и наше отличие, наша компания, да, то есть, от федеральных сетей, то есть, мы делаем большой упор на обслуживание. То есть, к нам приходит наш покупатель, да, то есть, и мы пытаемся дать полную консультацию по товару, да, то есть, по одежде, по составу, по качеству. Что касается вот какой-то поддержки, предприятие стабильное, понятно, работает уже не один десяток лет. Естественно, вы знакомы со всеми мерами развития и собственные средства, и кредитные средства, какие-то там, наверное, меры господдержки. Что сейчас действительно бизнес может получить от государства, я имею в виду и на муниципальном, и на региональном, может быть, даже на федеральном уровне, чем уже удавалось пользоваться? Ну, если сейчас коснуться вопроса муниципального уровня, да, то есть, не хватает знаний, не хватает квалифицированных кадров, да, то есть, и на уровне муниципалитета, то есть, мы постоянно пользуемся программами обучения, то есть, семинарами, да, то есть, бизнес-тренингами. То есть, для нас это очень интересно. Ну, и вы, как опытный предприниматель, наверное, с молодежью, с молодыми предпринимателями, в том числе и Березняков, наверное, готовы делиться? Ну, готовы, но пока не звали. Понятно. А что касается подобных мероприятий, предприниматель года, насколько вообще оно значимо, что удается во время этого мероприятия, кроме получить, кроме мотивации, что, наверное, естественно для вас? Ну, оно значимо, конечно, да, то есть, когда я поехала в Пермь, то есть, вся команда моя, да, то есть, пожелала мне победы, только победы, да, то есть, поднимается статус предпринимателя, да, поднимается статус компании самой, как таковой. Ну, а в целом, обмен опытом, возможно? Обмен опытом, конечно. А есть такие истории, что на таких встречах можно найти себе стабильных партнеров, чуть ли не создавать там совместные предприятия? Ну, наверное, есть, но я первый раз участвую в таком масштабном большом конкурсе, да, несмотря на то, что я уже в бизнесе 22 года, то есть, ну, надеюсь. Потому что есть, наверное, истории, там, вот, лучший там проект в сфере, там, дошкольного бизнеса, может быть, можно чуть ли не прямые поставки организовать игрушек, там, в частный детский сад, да, открыть. То есть, такие встречи, в принципе, могут привести к каким-то таким деловым связям. Что касается планов на следующий год, что вы готовите, действительно, да, и планируете заявляться, возможно, на какие-то меры поддержки, если мы говорим про региональный, наверное, в первую очередь, уровень? Ну, пока даже не знаю. То есть, если готовим в плане развития бизнеса, да, то есть, я уже озвучивала, что у нас в планах открытие большого магазина микрорайон Усольский, который активно развивается, активно строится, и на данный момент там, действительно, очень много молодых семей. Слушайте, ну, и получается, что, ну, понятно, в кредит, наверное, да, какие-то средства придется взять. Конечно, конечно. Как сейчас предпринимателям получать поддержку в регионе? Планируете ли заявляться? ФРП, возможно, какие-то программы можно попасть? Ну, когда мы уже поймем, да, то есть, что мы открываем объект, да, то есть, конечно, мы обратимся за помощью, то есть, уже на момент открытия магазина. Если мы говорим про, там, не знаю, есть ли какая-то нехватка мер поддержки? Я не говорю, что это только финансовое, да, на уровне, там, муниципалитета, региона, может быть, чего-то не хватает, да, чем бы могло государство там еще поспособствовать? Да, нет. То есть, вот у нас проблема именно с квалифицированными кадрами, да, то есть, ну, опять-таки, муниципалитет идет сейчас навстречу и проводит обучение, да, то есть, согласовывая какие-то темы с предпринимателями, да, то есть, проводя опрос, что интересно предпринимателям, то есть, и какие знания они хотят получить. Слушайте, ну и, соответственно, вот это мероприятие, предприниматель года, там, наверное, тоже есть возможность напрямую обратиться к бизнесу, да, понять, чем они могут помочь, что-то удалось озвучить, возможно, уже в ходе вот этого мероприятия. Ну, пока нет еще. Пока нет. С коллегами пообщались? Да, пообщались. Очень интересные девочки, вот познакомилась с ними из социального бизнеса, прям уважение к ним, да, то есть, молодцы. Захотелось диверсифицировать, возможно, открыть. Да, 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 что там. Ну, а конкуренция, в любом случае, в том числе и в вашей номинации, наверное, есть люди на уровне края, которые... Ну, конечно, все молодцы, то есть, предприниматель сейчас в наше время, то есть, в любом случае, это и ответственность, да, то есть, ответственность перед людьми, ответственность перед командой. Пермский край, как выглядит вообще на уровне поддержки МСП, куда движемся дальше, какой есть задел для работы сейчас, если смотреть, ну, на ближайшие три года, например? Ну, мне кажется, мы очень много ездим по стране, да, то есть, ездим на предзаказы, но ощущаем, что Пермский край на высоте. Чего? Что сейчас нужно делать? Потенциал есть, да? Потенциал есть, да. Об этом все говорят. Пермский край, если не ошибаюсь, там, в ПФО, там, занимает в пятерке, да, по количеству малого и среднего бизнеса. Как сделать так, чтобы мы были в тройке, например? Что нужно делать? Это больше мер поддержки или что здесь нужно сделать? Мне кажется, это должна быть больше инициатива от самих людей, то есть, от самих предпринимателей, все-таки в первую очередь. То есть, весь бизнес – это бизнес с лицом. То есть, как раз вот такие конкурсы, возможно, они неким образом будут выводить. Если мы говорим про территорию Березняки, вообще, насколько потенциально для роста? Потому что мы знаем, что в Часовом есть ТОСЭР, куда заманивают льготами. Как заманить в Березняки бизнес? Как заставить местных предпринимателей, возможно, открывать предприятия там? Может быть, есть какие-то советы? И сейчас Минпром послушает вас, и действительно, ваши советы как-то вас примет. Может быть, построить красивый большой торговый центр. Ну, я имею в виду, что про бизнес в торговле. Потому что я в этом эксперт и специалист. То есть, там есть какая-то небольшая нехватка качественной коммерческой площади? Качественной коммерческой площади, да. Слушайте, ну и, соответственно, насколько я понимаю, малый бизнес, на федеральном уровне поставлена задача отдавать малому бизнесу большую долю рынка. Готовы расширяться? Ближайшие творческие планы, возможно? Готовы расширяться. И, соответственно, возможно, больше себе взять работы, какой-то кусочек одеяла, отнять у крупного бизнеса. Да. Спасибо. Ирина Коршунова в нашей студии. Победитель года в номинации «Бизнес Леди Года». Руководитель сети розничных магазинов товаров для детей «Непоседа». Ирина, вам всяческих успехов. Развитие бизнеса желаем прироста минимум по 50% в год. Оставайтесь на РБК, мы прервемся на коробку рекламы.